Наша вчерашняя акция немного утомила меня, а ведь мы всего час посвятили сбору средств для больных. Сегодня я хочу выяснить, насколько реально оказывается в Киеве людям свитч, помощь и где ее можно получить. Настя уже обо всем договорилась, мне остается только лишь взять и пойти. Настя, далеко нам ехать? Нет, нам недалеко ехать, поэтому давай ты подумай, о чем бы ты хотел спросить экспертов, потому что мне сказали, мы сможем пообщаться от психолога до юриста. Поехали. Сейчас вы нам пройдете, я понимаю, маленькую экскурсию по центру. Это специальная экскурсия, я вас запрошу. Это специально создана комната для групповой работы. Тут проходят тренинги, группа взаимодопомоги для родителей, которые имеют детей с проблемой ВИЛ-инфекции. А также проходят групповые заходы для детей. По большому счету здесь информация, если есть какие-то вопросы, люди приходят и здесь это обговариваются на тренинг. Так, но это системная работа, и если это тренинг, то он запланованный, с соответствующей программой. А для консультации есть другие помещения. А сейчас мы с вами подведем комнату для индивидуальной работы, там принимает психолог-консультант. Это медицинский куточок, там есть аптечка, есть специалист, медик. И, конечно, есть тренажеры, адже есть побечные эффекты от приема антиретровирусной терапии. И наши клиенты потребуют еще и такой документ. Тут саме происходит занятие с детьми. Адже в центре 123 детей на сегодняшний день, которые получают социальные услуги. И один из направлений работы, саме центру, это всебечный развиток дитини. И вот в этом помещении, саме, проходить так называемая школа раннего развития. Дети с 3 до 6 лет учатся по специальности программе для того, чтобы иметь возможность пить до первого класса в подготовленном. Ну, а также тут можно оставлять дитину на несколько часов, годин. И родины этим используются, чтобы иметь возможность работать или заниматься какими-то собственными справами. Люди обычно приходят в центр, вот, пользуются услугами центра. Центр – это специализированная установа и, собственно, создана для того, чтобы люди получали социальную помощь определенной категории. И это дети и молодежь, которые имеют ВИЧ-статус или имеют проблемы с ВИЧ-статусом. Хорошо. А какие есть здесь специалисты, какую помощь они, вот, приходят и получают? У нас базовый пакет услуг – это социальная помощь, психологическая, информационная, юридическая, экономическая помощь мы раздаем в ВИЧ-статусе. А специалисты, собственно, социальные педагоги, социальные работники, психолог, медик и персонал администрации. А что нужно, чтобы попасть в Ваш центр, вот, людям, допустим, которые не могут попасть? Ну, мы открыты для всех, это доступный центр. Ну, во всяком случае, он создан для того, чтобы быть доступным для любого клиента и для людей, которые, ну, находятся в проблеме. Что нужно? Есть набор определенных требований, то есть это заполнение заявления, то есть это обязательное желание самого клиента, то есть это не примусовая социальная помощь, человек должен хотеть получить эту помощь. А что люди могут получить в центре помимо консультации экспертов? Проблемы, на самом деле, очень многогранные и комплексные, и стараемся подходить к ним тоже с комплексным решением. Очень важная такая болезненная проблема, вопрос воспитания детей, которые имеют ВИЧ-статус, это раскрытие, собственно, этого статуса с детям. И, ну, масса специалистов, конечно, уже написаны там и книги, и разработаны различные программы, с какого возраста открывать статус, как это правильно делать, кто это должен делать. Ну, вот, допустим, просто на бумаге и на проекте, в проекте написана группа взаимопомощи по раскрытию статуса, а мы понимаем, что это длительный, такой ювелирный, возможно, процесс работы с каждой семьей индивидуально и в группе. Вот такая услуга есть, да? То есть, получается, проникаемся полностью в семью, узнаем о каждом, ну, то есть, с ними. Нет, вот то, что мы, как бы, сопровождаем и, можно сказать, патронируем семью, это однозначно. Это одна из базовых услуг, которые у нас есть в центре. То есть, у каждого социального работника есть определенное количество семей с детьми, и об этих семьях, ну, можно сказать, социальный работник знает все. Для того, чтобы вовремя вмешаться или вовремя помочь, или вовремя поддержаться, ну, или закрыть карточку, и у клиента, значит, все хорошо, и вопрос решен до следующего раза, пока он к нам не обратится. Скажите, для кого проводятся занятия? Это дети или люди любого возраста у вас? Я провожу занятия как и с детьми, так и со взрослыми. Это могут быть просто клиенты, а могут быть и родители, и близкое окружение детей. Хорошо. Вот у нас микрофон слышно, можно вот мы просто сидим? Да. Хорошо. Как они проходят обычно занятия? Это все зависит от потребностей и запросов клиента. У нас могут быть занятия проходить как индивидуально, это с ребенком. Могут быть занятия проходить со взрослым, с родителем и с ребенком, а также групповые занятия, как и для взрослых, так и для детей. Занятия у нас проходят на разные темы, да, психологические какие-то вопросы, аспекты мы рассматриваем, какие-то психологические нарушения, а также у нас проходят с детками и мастер-классы, и какие-то занятия искусства. Ну, если, может, кто знает, то арт-терапия – это вообще такое обширное понятие, которое включает много всего разного и интересного. Я обязательно хочу что-нибудь попробовать сегодня. Да, конечно, возможно, я, возможно, даже чему-то и научу. И оригами мы можем с вами сделать, и какую-то лепку, мы можем сделать подделку, и какую-нибудь аппликацию, и музыку можем с вами послушать. То есть это все, что мы делаем с нашими клиентами. В чем, в первую очередь, помогает ВИЧ-позитивным, вот именно самотерапия? ВИЧ-позитивные – это такие же люди, да, и с такими же вопросами и проблемами, как и не ВИЧ-позитивные люди. У них есть свои переживания, особенности различные. И, конечно, в первую очередь, арт-терапия направлена на то, чтобы человек ВИЧ-инфицированный, не ВИЧ-инфицированный, умел гармонично жить сам с собой и с окружением. То есть это, по сути, вы строите правильную конструкцию мышления ребёнка или развитие? Это всё включает и мышление, и развитие, и внутренние какие-то конфликты, и вопросы, и взгляды на жизнь. То есть если я где-то, ну, я поссорился с родителями, вот я очень злой, я прихожу, говорю, меня мама обидела, я больше не хочу её видеть, я хочу здесь спрятаться. Да, ну, такого рода. Такого рода, да, это тоже можно откорректировать и помочь с этим вопросом. Для того, чтобы ребёнок или подросток с таким запросом ушёл уже спокойным и с другим взглядом на жизнь. Чем чаще всего к вам обращаются ВИЧ-позитивные люди? Как правило, люди в двух ситуациях находятся. Они либо знают о своём статусе уже давно, либо недавно узнали, да, и те люди, которые дали, ну, узнали недавно о статусе, их интересует всё, что можно знать, да. То есть год и до, как говорится, от А до Я. А те люди, которые уже имеют опыт уже жизни с ВИЧ-инфекцией, то их больше интересует, как, скажем, свои права отстоять. А какие права чаще всего нарушаются в ВИЧ-инфицированных? На лечение, прежде всего. Это помню то, что люди, прежде всего, им необходимо лечение качественное и своевременное, а то, что происходит у нас на данном месте. О каких правах эти люди должны знать в первую очередь и помнить? Прежде всего, эти люди должны знать и помнить о том, что они точно далекие же граждане Украины и имеют точно далекие же права и обязанности, как в ВИЧ-инфекцией. Я рад, что в нашем городе есть место, где ВИЧ-позитивным людям готовы помочь такое огромное количество людей. Как я понял, можно прийти с любым вопросом или проблемой. Тем более, таких центров в Киеве не один, и их несложно найти. Главное – захотеть. Продолжение следует...